Медицина в Средние века В Средние века медицина в Западной Европе, как и вся жизнь общества, находилась под контролем церкви. Церковь была главным связующим звеном с античной цивилизацией. В течение столетий медицинские трактаты Гиппократа, Галена и других ученых древности хранились в монастырских библиотеках. Монахи переписывали эти книги и дополняли рукописи иллюстрациями. В раннее Средневековье исчезло большинство римских больниц, и центры заботы о больных переместились в монастыри, уставы которых предписывали монахам оказывать медицинскую помощь страждущим. Как же лечили в Средние века? Церковь учила, что выздоровление – это воля Бога, независимо от того, произошло оно в результате медицинского вмешательства или использования сверхъестественных чар. Это не только множило предрассудки, но и мешало искать научные причины заболеваний и способы их лечения. Медики подбирали методы лечения, основываясь на астрологии, по расположению планет решали, как поступать в том или ином случае. Широко применялись разные паранаучные методы. Например, для борьбы с зубной болью к шее привязывали дохлую сороку. Сочетание предрассудков и античной медицинской науки порой рождало весьма своеобразные объяснения причин болезней и еще более удивительные методы лечения. Как избежать чумы? Советы Иоанна Бургундского Во-первых, необходимо избегать переедания и слишком обильного питья. Также необходимо избегать мыться, так как мытье открывает поры, сквозь которые отравленный воздух может проникнуть в тело. В холодную и дождливую погоду нужно разжигать камин в комнате. В туманную и ветреную погоду каждое утро перед выходом из дома следует вдыхать ароматы благовоний. Если, несмотря на все принятые меры, эпидемия все-таки разразилась, то в жаркую погоду вы должны есть холодную пищу, а не горячую, и избегать острых приправ, таких как перец. Для постановки диагноза с 7 века и в течение столетий главным методом был анализ мочи, точнее анализ ее цвета. Доктора использовали рисунки, демонстрировавшие 21 оттенок. Самыми распространенными методами лечения в средние века были очищение желудка и кровопускание. Кровопускание – это вскрытие вены с целью спустить некоторое количество лишней крови. Таким образом пытались восстановить баланс между четырьмя видами телесных жидкостей. В действительности это могло нанести серьезный вред, став причиной анемии или заражения крови. Хотя первые аптеки появились в Италии в начале 11 века, а в Париже и Лондоне только в начале 14 века, в медицине широко использовались различные травяные снадобья, которые врачи из Нахари готовили сами. Лучшие аптечные огороды держали монастыри, выращивая широкий ассортимент лекарственных растений. В трактате «Одо из Мэна» о свойствах трав 11 век упоминается более 100 целебных растений. В медицинской практике средневековья использовались можжевельник и шотландский ракитник, аптечный алтей и розовый алтей, английский плющ и лаванда, чистотел и чеснок и многие другие. Из трав и минералов при тщательном соблюдении пропорций составлялись лекарства. При этом считалось, что чем больше целебных средств использовалось, тем действеннее должно быть снадобье. Из всех отраслей медицины наибольших успехов достигла хирургия. Потребность в хирургах была очень велика из-за многочисленных войн. Столетняя война дала хирургам широкие возможности для практики и совершенствования технологий проведения операций. Но хотя в хирургах очень нуждались, их правовое положение оставалось незавидным. Хирурги стояли на социальной лестнице значительно ниже, чем группа ученых-врачей. Среди хирургов были странствующие врачи, зубодергатели, камни и грыжесечцы и так далее. Они разъезжали по ярмаркам и проводили операции прямо на площадях, оставляя затем больных на попечении родственников. Такие хирурги излечивали в частности кожные болезни, наружные повреждения и опухоли.